МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительно, но прошло совсем мало времени, а люди успели забыть о нависшей угрозе, которая уже как 7 лет давит на Украину. Вот это да! Три месяца назад нам удалось решить эту проблему. Пришлось вызывать РНБО, прибегать к помощи союзников. Но надолго ли эта ситуация утихомирит агрессора? Мы можем в нужный момент отмобилизовать в короткий промежуток времени 500 тысяч человек. Поставить под ружьё. И мы Украину вернём! Сегодня Кремль на своих федеральных каналах вовсю пиарит старт учений «Запад-2021». Главным итогом учебного года станет совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021». Уже анонсировано, что совместное российско-белорусское учение «Запад-2021» станут самыми масштабными за последнее время. И мы видим это потому, как Российская Федерация начала перебрасывать свои войска на территории Белоруссии за два месяца до начала. С 2009 года они стали ежегодными. И десятки тысяч солдат, которые передислоцируются максимально близко к границам Украины, это, к сожалению, уже стало нормой. Из России был переброшен батальон 217-го полка воздушно-десантной дивизии, а вдоль белорусских границ убедительно пролетели российские бомбардировщики Ту-160 с ядерными боеголовками. И так происходит из года в год. Репетиция наступления и переброска группировки войск в максимально сжатые сроки. Легенде учений записано о том, что они оборонительные. Только интересно, кто же будет наступать на мирную беззащитную Беларусь? Может быть, это вооруженная до зубов Литва? Или, может, это Польша собирается нападать? Хотя нет, наверное, все же Украина. По меньшей мере смешно это все слышать. Хотя всем понятно, что эти российско-белорусские учения это такая себе месть за учения Сибрис-2021. Масштабные были за последние 20 лет. Проходили на территории сразу трех областей на юге Украины. Прямо рядом с временно оккупированным Крымом. И которые так очень сильно вывели из себя страну оккупантов. Посмотрим, каким будет ответ. Но то, что Россия, а точнее Кремль, видит в этом и другой повод, это тоже всем понятно. Самая главная цель этих учений – оставить на территории Беларуси российские войска. Заходя туда на учения, выходить оттуда они не собираются. А вот что по поводу этих учений сказал сам Лукашенко. Не конкретизировал ни сроки их введения, ни самое главное – выведения. И что немаловажно, сколько российских войск собирается вместить такая независимая Беларусь. Если нужно будет для безопасности в союзном государстве, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России, разместить здесь все вооруженные силы, со всеми видами вооружений, они будут размещены незамедлительно. Начата еще весной этого года экстренная подготовка, перевооружение, ремонт сразу на нескольких заброшенных военных аэродромов, которые не использовались еще со времен Холодной войны. То есть последние 30 лет и тихо приходили в упадок. И тут неожиданно их начали чистить, завозить спецтехнику, завозить строительные материалы. Собственно говоря, эта активность очень беспокоит входящих в состав НАТО Литву и Польшу. И Украину, которая пока в этот альянс не входит. А если российские войска войдут в Беларусь, они уже там и останутся. Так происходило всегда, только не афишировалось. Вот и ответ, зачем нужны все эти учения. Для того, чтобы под их соусом насытить максимально территорию Беларуси российскими войсками. Ну а следом за этим, очевидно, последует акт этой трагической драмы. Окончательная потеря суверенитета Беларуси. Расширение своих плацдармов для Кремля — это цель номер один. Для нее все средства хороши. Естественно, ни о каких военных действиях сейчас и речи быть не может. У Кремля — Северный поток-2, который и так на грани. Но в будущем, кто знает, единственное, что может гарантировать ненападение со стороны агрессора, это укрепление собственных рубежей и боеготовность наших войск. А что же, собственно, происходит в самой России? Пожары в Якутии продолжаются. Но Кремль, не жалея средств и сил, отправляет отряды спасателей тушить пожары за пределами необъятной. Россия отправила тушить турецкие леса 3 Бе-200, столько же, сколько в Якутию. Еще один Бе-200 тушит леса в Греции. И вот так всегда. Ненавидя порядок у себя, спешат пропиариться и показать, какие они хорошие, но почему-то только за пределами РФ. Это Якутия, Мирненский район. Местный аэропорт имеет в своем резерве противопожарные самолеты, которые могли бы помочь тушить пожары. И жители об этом напомнили. Но не тут-то было. Оперштаб Якутии объяснил, они не могут вылететь из-за дыма. Зато у руководства не возникает вопросов, почему директор якутской больницы приказала вычитать деньги на тушение пожаров из зарплат медиков. По 500 рублей с врачей, по 300 с младшего и среднего медперсонала. И по 150 со всех остальных. И вот у этих людей, которые сейчас на передовой, которые сейчас борются с ковидом, которым депутаты, всякие подонки, жулики, воры, фотографируют с плакатиками, вы наши герои, мы за вас. И сдают приказ о том, чтобы скинуться на тушение пожара. Называется «Не додавили ковидом, попробуем пожарами». Это Россия! Тем временем Международный Олимпийский комитет требует объяснений от российских федеральных каналов. Из-за оскорблений на Первом канале и на «России-1» в адрес ЛГБТ-спортсменов, которые принимают участие в Токийской Олимпиаде. Вообще можно переименовать «Дериаду» или «Гомосиаду». В программе «Время покажет» и 60 минут ведущие и их гости постоянно позволяют себе по-настоящему дикарские выходки и ужасающие высказывания. Но сегодня это стало достоянием мировой общественности. Обсуждали британского прыгуна в воду, например, Тома Дейли, который является открытым геем, и трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард. Мы покажем кусочек этого грязного эфира, чтобы все еще раз поняли, насколько низко работает кремлевская пропаганда. Ну а как к этому еще отнестись? А что еще нам сделать? Если выходит мужичилла вот это вот, да? Не троньте мои косы. Ну вот, выходит это мужичилла, говорит, а я себя бабой считаю. И поднимаешь штангой. Как нам к этому относиться? Как нам к этому? Нам, простым русским бабам. И большинство людей в странах Европы в нас видят надежду. Они нас любят больше, чем в своих правительствах. Я вас уверяю, это 100% так. И против вот этой мрази всякой мы стоим. Путинские бабушки еще бы добавили в этот список и мировых дизайнеров с их всемирно известным брендом, который не дает спокойно жить российским пенсионерам. Запретить на территории Россию продажу вот этого бренда «Луи Виттон». Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И потом, как было известно, они делали это из кожи людей. Оу-оу, кто-то явно пересмотрел РЕН-ТВ. Но тут бабули проболтались. Мало того, что цена недоступная, зачем она здесь нужная, так это еще и раздражает просто. О каких дорогих брендах могут думать люди в стране, где еле-еле хватает на борщевой набор? Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это и сад. Вы держитесь здесь, вам всего доброго. Так что по старой доброй русской традиции, гори оно все синим пламенем. Вот так, чтобы вы все отказали-то. И чтобы убрать все продажи. Убрать немедленно. И вместе с этим всем полыхает Россия. Их душит не только дым от лесных пожаров, но и Кремль. Своими штрафами, законами и все новыми налогами. Налог на проценты по вкладам и накопительным счетам. Увеличатся у нас минимальные цены на алкоголь. Снова смогут отключать воду и свет за долги. А в это время главные пропагандисты страны обсуждают поистине насущные темы для страны. Без зрады не обошлось. Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал нетрадиционного украинского ГПК, а опустился в москальскую присядку. Серьезно? Вы действительно думаете, что пенсионерам, медикам, учителям есть дело до украинских спортсменов и их танцев на радости? Почему-то нам кажется, что каждому россиянину важно, чтобы на Олимпийских играх звучал их гимн. И сборная страны шла под своими флагами, а над их спортсменами и функционерами не висело клеймо мошенников, которое не смыть никакими медалями и никакими победами.